Привет! Две модели iPhone XR и iPhone XS Max выпущенные Apple представляют собой на данный момент две наиболее популярные по соотношению цена-качества модели на БУ рынке, особенно iPhone XR. Обе модели имеют свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать при выборе. Давайте разберемся, что купить на Авито, если у вас есть в кармане около 25 тысяч рублей. Подписывайтесь на канал. Поехали! iPhone XR был выпущен в 2018 году и стал более доступной альтернативой модели iPhone XS Max, которая была выпущена в то же время. Про iPhone XS Max я делал отдельный большой обзор, на этот раз давайте рассмотрим основные отличия между этими двумя устройствами. XR и XS Max имеют похожий дизайн, включая большой вырез наверху экрана для камеры и датчиков, защищенный стеклом корпус и отсутствие разъема для наушников. Однако iPhone XS Max имеет более тонкий профиль и стальные рамки, в то время как XR имеет рамки из алюминия. R-версия имеет более простой дизайн, чем XS Max. У него одна камера на задней панели, в то время как iPhone XS Max имеет двойную камеру. Max-версия также имеет большой экран и более тонкие рамки по краям дисплея, что делает его более впечатляющим по внешнему виду. В принципе, это и есть флагман, и выглядит он как флагман и в 2023 году. Поэтому я и перешел с iPhone XR на iPhone XS Max год назад. Экран R-версии составляет 6,1 дюйма, в то время как XS Max имеет 6,5 дюймовый экран. Оба экрана имеют хорошее разрешение и яркость, но разница в размере может быть важна для тех, кто хочет максимально использовать экран для просмотра видео и прочих задач. Тем более у XS Max OLED-дисплей большего разрешения, в отличие от XR, что тоже дает плюс в копилку Max-версии. Говоря про камеры, Max-версия имеет двойную камеру с оптическим зумом, что позволяет делать более качественные фотографии при зуме и увеличивать детали, например. В то же время iPhone XR имеет только одну камеру, такую же, как и основная в Max-версии, что делает его менее универсальным в этом аспекте. Привычного на сегодняшний день ширика нет ни там, ни там. Еще у Max-версии присутствует настоящий эффект портрета, который работает не только с лицами, но и с любыми предметами. Оба смартфона имеют похожие функции камеры, включая Smart HDR и запись 4K видео в 60 кадров. Оба устройства оснащены процессором A12 Bionic, который обеспечивает быструю и плавную работу даже в 2023 году. Однако XS Max имеет больше оперативной памяти, 4 ГБ, что делает его в теории более быстрым и эффективным для многозадачности и более ресурсоемких приложений. Хотя на практике разницы нет. XS Max имеет больший объем хранения данных, чем XR. Он предлагает варианты хранения данных до 512 ГБ, в то время как XR имеет максимальный объем хранения данных в 256. iPhone XR имеет более емкую батарею, чем Max-версия. Это означает, что он может работать дольше без подзарядки. Тем более экран у Max выше разрешением и поэтому ему требуется больше производительности для прорисовки картинки. Он потребляет больше энергии, что может привести к быстрому разряду батареи. В целом оба устройства имеют одинаковую автономность, хватает на часов 6 экранного времени и этот показатель, конечно же, зависит от интенсивности использования смартфона и задач, которые вы перед ним ставите. Про самое интересное, про цены. XR стоит дешевле, чем XS Max. Если бюджет является важным фактором при выборе смартфона, то R-версия может быть более подходящим вариантом. Но если вы готовы заплатить больше за больший экран, двойную камеру и более быструю производительность, в теории, то iPhone XS Max может быть лучшим выбором, тем более на БУ рынке цены у них схожи. Берите не думая сразу Max. Оба устройства имеют степень защиты от воды и пыли. XR имеет класс защиты IP67, что означает, что он может выдержать погружение в воду на глубину до 1 метра на 30 минут. В то время как XS Max имеет класс защиты IP68, это означает, что он может выдержать погружение в воду на глубину до 2 метров на те же 30 минут. Но и тот, и тот аппарат лучше, конечно же, не купать. В итоге, выбор между XR и XS Max зависит от ваших потребностей и предпочтений. Если вы нашли смартфон за очень выгодный прайс, и вам нужны только основные базовые функции iPhone в более компактном корпусе, то iPhone XR тоже подойдет. Если же вам нужен смартфон с еще более большим OLED-экраном, с дополнительной зум-камерой и стальной рамкой, то iPhone XS Max будет более подходящим вариантом. В любом случае, обе модели являются качественными смартфонами, которые могут удовлетворить потребности большинства пользователей. Я лично поэтому все еще и остаюсь на XS Max. Напишите ваше мнение, как относитесь к этим смартфонам. Как, по вашему мнению, чувствуют они себя в 2023 году? Поддержите ролик лайком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram, где я публикую самые выгодные цены с Алиэкспресс и Яндекс.Маркета. Впереди много интересных новостей и обзоров. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok